автобусов петербурга музей который еще не открылся сюда пока нельзя купить билеты но тут мы видим автобусы разных времен до 1 современные то есть это модели автобусов но может быть удастся нам увидеть и настоящие восстановленные автобусы видите такие сейчас ходят в нашем городе новенькие тоже не очень новенькие таких вот я ездил в детстве даже совсем недавно ездил когда был взрослым может они до сих пор такие ходят я прошу обратить внимание вот на эту фотографию вот это то самое здание которое было до военное послевоенное время и вот это то здание в котором мы сейчас находимся с вами на третьем этаже на этом месте чувствуете разницу хотя нижняя часть там где сейчас столовая она практически не изменилась с правильной стороны надо сказать что эта фотография не довоенная она военная до войны не было вот этих вот ворот но в остальном можно понять именно то как парк выглядел тогда с той стороны на улице коридоре вернее там есть еще несколько фотографий я потом покажу если кому это будет детально интересно кстати по ходу экскурсии я прошу задавать вопросы если у кого они будут можно меня даже перебивать потому что потом вопросы уходят а я материал у нас очень много экскурсия будет обзорная и не полная потому что иначе часов шесть буду разговаривать вот насколько я про каждый из этих вот автобусов могу говорить по 20-30 итак начнем наверное мы с вами все таки с галереи основной галереи автобусов которые бороздили просторы нашего великого города начинать будем с города санкт-петербурга совсем недавно если кто-нибудь знает праздновали мы 90-летие с момента начала движения маршрутного в нашем городе не совсем корректно эта вещь дело в том что за основную базу за первую дату был взят 26 год и действительно в двадцать шестом году в советском союзе в ленинграде советском ленинграде пошел первый маршрутный автобус однако же задолго до того как ленинград появился на картах города на картах страны уже ездили по нашему городу целый ряд разнообразных мотор амнибусов и вот эти самые моторам не бусы мы считаем первыми автобусами собственно говоря это она и есть просто не было еще слова автобус вот они эти две машины у меня вот указка подсела но очень с левой стороны вот это первое и вот вторая и что представляли собой эти мотор амнибусы довольно долго в самом начале прошлого века в петербурге пытались создать регулярное автобусное движение коночное лобби мешало вот именно это кстати трамвай благополучно получил все-таки в 907 году карт-бланш и стал развиваться всем известно что ленинград стал трамвайной столицей советского союза с автобусами такого не случилось тогда автобусы были в общем то не в фаворе и талантливый инженер было целый ряд разнообразных предложений по созданию автобусного движения но все это благополучно тормозило с городской думы так или иначе один из первых вернее первый человек который таки добился таки пробил возможность использовать автобусный транспорт в качестве маршрутного транспортного средства в петербурге был борис алексеевич иванов значит он жил на московском проспекте который тогда назывался забалтанский недалеко от фонтан и у него же там был и офис как бы теперь сказали сам же гараж располагался на нынешнем пересечении улиц шкапина и переезда если кто знает улицу шкапина там железнодорожный переезд он один собственно говоря если смотреть сторону кировского завода то с левой стороны будет красное здание перед переездом длинное красное здание за забором она сейчас принадлежит если не ошибаюсь октябрьской железной дороги вот именно вот здесь располагался гараж в котором ездили вот эти машины в 1907 году пошел трамвай в нашем городе и в том же самом 1907 году пошли первые автобусы автобусы иванова вернее их было прям скажем немного и было два потом в лучшие времена их было 15 хотя это опять же цифра не совсем корректная потому что автобусы могли 15 штук все вместе не ходить автобусы представляли собой схожий чем-то с конкой фургон и на левой фотографии это автобус вагонной компоновки вы видите у него как бы нету носа нос утоплен то есть на моторе сидит водитель с правой стороны это капотная компоновка это более новый мотор более мощный и таких автобусов было совсем немного всего два первую очередь конечно ездили вот именно на этом автобусе на таких вот автобусах они были похожи на тонкую чем у них было два этажа как бы теперь сказали это нижний этаж закрытый верхний открытый называвшийся материал ну в общем не вдаваясь в подробности так или иначе испытывал борис алексеевич жутчайшее давление опять же со стороны конкурентов все ему палки в колеса ставили 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 опять же доход был не очень велик и так или иначе к 14 году к 1914 году просуществовав получается семь лет значит наш мотор амнибус благополучно сдох часто это связывает с началом первой мировой войны это не совсем корректно дело в том что умирали постепенно сначала было 8 машин потом три потом одна и потом уже не одной и просто видимо были проблемы запчастями он не мог сам тянуть исключительно без какой бы то ни было дотации вот это все дело и получилось так что 14 году у нас благополучно движение мотор амнибусные автобусные петербурге заглохло в петрограде автобусы не ходили никогда возвращаемся нашим годам ленинграду помните в каком году столом наш город ленинградом 24 совершенно верно тогда еще один вопрос тест на знание вот у нас здесь рядом немножко отвлекается темы остановка сталинградский проспект что это такое ну пожалуйста пожалуйста ну больше так не кричите вот и так 26 год первые автобусы сделанные на базе шасси как бы теперь сказали на шасси на базе немецких итальянских машин хотя на самом деле у нас нет абсолютно четкого понимания самый первый автобус вот он один из самых первых автобусов в двадцать шестом году пошедших от адмиралтейства вот александровского сада и до детско-сельского вокзала тому времени еще вот эта машина называется фамак машина немецкая машина с одной дверью заметьте вы даже у более старых автобусов у них было возможность входа и выхода с двух через двух мест сзади и спереди у этого автобуса была одна дверь и в этом плане автобусы здорово проигрывали двадцать шестой год к тому времени автобусы ходили у нас уже достаточно регулярно но что они из себя представляли например можно ли рассматривать автобус за автобус грузовик в котором поставлены сиденья в принципе да почему бы и нет собственно говоря вот на таких автобусах подвозили людей для строительства охтинской железной дороги можно ли рассматривать такой автобус как автобус да пожалуй здесь уже классические автобусы двадцать шестом году считается первое сентября началом регулярных перевозок в нашем городе это тоже не совсем корректно дата выбиралась могли выбрать другую дату но это дата сочли ее именно самый удобный потому что эти автобусы начали ходить по городу курсировать перевозить пассажиров газеты в то время писали что автобус конечно штука прогрессивная что очень интересная при этом входить и выходить пассажирам очень неудобно одна дверь пока входит пока выходит у трамваев ничего подобного не было трамваи двадцать шестому году прочно завоевали свое место в нашем городе и естественно что вот это не могло остаться незамеченным как видите такой автобус он у нас один и дальше все автобусы имеют две двери вот на средней части вот этих вот фотографий указаны автобусы которые сделались у нас в кузовных мастерских маврики отто коротенько расскажу про самого маврики отто это довольно известный в свое время товарищ бизнесмен предприниматель как угодно можно было называть но смысл его работа заключался в том что он брал шасси и ставил на них кузова 6 брал естественно заграничные и именно в четырнадцатом году перед началом воевал на началом первой мировой войны во время первой мировой войны он особенно хорошо опять же как теперь говорят приподнялся поскольку создавал военную технику на шасси у него было целый ряд самых разнообразных вещей находился на аптекарском острове на педроградской и вот именно в его мастерских кстати так опять же очень коротко он очень принял революцию как-то благожелательно относился к большевикам видимо они его сильно не обижали и в общем они был областен властью впоследствии к сожалению очень рано умер в девятнадцатом году был похоронен на литературских на волковом кладбище на лазаревском ой на этом самом в александровской лавре на лазаревском конечно вот и вы именно в его мастерских начали тогда в двадцать шестом году делать автобусы на шасси основных немецких и итальянских фирм это спа итальянская фамаг и манес манмулак вот эти вот три варианта что же представлял собой автобус автобус кстати тогда же первые первые случаи когда в ленинграде образовалась традиция которая сохранялась вплоть до года семьдесят наверно пятого когда люди входили в заднюю дверь а выходили через переднюю это делалось как раз для того чтобы не создавать толчью сутылку а большинство автобусов вплоть до семидесятых годов у нас имели именно две двери как кстати троллейбусы тоже вот машины вот эти ходили у нас довольно долго но однако же росла наша промышленность и горьковского производства нижний но угород который сейчас и то есть автобусы московского производства я имею ввиду заводами не сталина который впоследствии превратился завод имени Вахачева вот выпускали такие машины которые собственно говоря и начали бурсировать у нас по городу и вообще во всех городах но однако же завод во время и вот так тому времени во время уже умер завод во время и вот ты никуда не делся и продолжал работать страна росла город нашлось, и вот автобусов у нас, конечно, не хватало. А автобус, он имеет одну особенность характерную. Он пройдет там, где не пройдет и трамвай, и троллейбус, просто по той причине, что ему ничего, кроме дороги-то и не нужно. Если автобус качественно собран, то он может по таким дорогам пройти, по которым пешком ходить, не приятно. И вот на базе вот этого автобуса, этот автобус ЗИС-8, а вернее, было бы сказать, все-таки на шасси. На шасси вот этого автобуса, который делались в Москве, у нас в Ленинграде, на бывших мастерских Маврики-Онта, которые к тому времени стали называться авторемонтный завод номер 2, Арс-2 или Ларс-2, это уже во время Ленинграда. И они стали делать на шасси вот этих автобусов свои. Вот такие. И вот такие машины. Вот это, тот же самый ЗИС-8, только с кузовом, сделанным в Ленинграде. Обратите внимание, этот автобус такой квадратный, и все автобусы того времени имели характерные квадратные черты. В Ленинградце пошли дальше. Креативщики были. Они, значит, создали такие вот машины. Я еще пропустил вот эту, это надо отдельно сказать. Эта машина сделана не просто в Ленинграде, сделана в территории нашего первого автобусного парка, вот из такой машины. То есть кузов, вот этот, был заменен вот на такси. А почему номер 102? Это парковый? Это бортовой. Это бортовой номер. Она была в единственном экземпляре, поэтому даже в подписи поставили бортовой номер, чего обычно не делали. Вот. Дело в том, что тогда существовали тенденции, вот именно к скруглению. И, в общем, наверное, с точки зрения аэродинамики, это вполне логично. Следующий вариант, это уже не ленинградский, это развитие получила машина, вот эта ЗИС-8, на московском заводе Сталина, превратилась в ЗИС-16. Как видите, тот же самый, те же самые тенденции. Те же самые. Она стала круглой. Все эти машины выпускались серийно. Ну, в нашем случае, можно было бы тоже сказать серийно. Производство было мелким, но мелкосерийным все-таки. Делали ни одну, ни две, ни двадцать. Но были машины, которые выпускались единично. Это экспериментальные машины. Вот там одной из этих машин, нужно сказать, особо. Это ЯА. Ярославский завод выпустил две таких машины. Вернее, полторы, если можно так выразиться. Именно полторы, потому что второй заделывали у нас. Кузов ставили. Вот это на 80 и на 100 мест. Как вы видите, вот эта машина, она здесь у нас стоит, придумывается с этими, и действительно, внешне они похожи. Однако же, она разительно отличалась от всех. Здесь на модели представлено вот этот ГАЗ-0330. Это аналог современной Газели, если по габаритам брать. И вот этот вот ЯА-2 гигант. Значит, машина, которая была предназначена для того, чтобы возить, ну, либо особо каких-то привилегированных пассажиров. Ну, и, в общем-то, может быть, и обычных. Считалось, что для советского человека все это должно было вскоре стать обыденным. У нее был два кондуктора, мягкий салон, трансляция. У нее даже был граммофон. Вернее, к тому времени, конечно, патефон. Для развлечения пассажиров. Но машины такие, в силу особенностей конструкции, ну, просто они были очень сложные, длинные. И их было всего сделано две. После дальше эксперимента дело не пошло. Работали они у нас обе в Ленинграде. Возили людей в основном по центральным улицам города, а также пригород, например, Сестровецк. И еще были такие специальные рейсы, когда вот именно эти автобусы заезжали на театральную площадь к Кировскому театру. Как называется Кировский театр сейчас? Мариинский. Правильно. Противно с вами. Неинтересно. Совсем неинтересно. Ну, как же так. Все знаете. И вот они забирали вот этих театралов после окончания спектакля и, собственно, развозили по установленным маршрутам. Вот для этого используются эти машины. Обе машины не сохранились. Есть сведения о том, что одна из этих машин еще во время войны где-то в каком-то кювете валялась на Пушкинской дороге. Но сведения эти точно недостоверны. Поэтому, к сожалению, таких машин больше нет. Ну, теперь немножко перейдем дальше. Тему войны мы сейчас с вами опустим. О теме войны мы поговорим отдельно в районном зале, который у нас вот там. Сейчас мы вернемся с вами сразу, перейдем к теме послевоенной разрухи и восстановления нашего автобусного движения. Автобусный завод, тот самый АС, продолжил работу и практически брал те же самые модели, которые до войны делал. Однако кузова у него разительно изменились. Вот эти кузова не имеют носа. Вот это и это, а также и вот это, и вот это. Это все машины производства Ленинградского завода. Но, опять же, они делались на шасси. На шасси уже имевших место грузовиков, на тот момент выпускавшихся серийно. Варианты эти, они характерны тем, что делать остановку мотора по отношению к мосту невозможно сделать кузов каким-то каком он должен быть. Поэтому водитель сидел примерно на 2,5 метра от лобового стекла. Он сидел как бы вот здесь вот должен был быть нос. Такие делались и считалось, что машины именно вагонной компоновки имеют будущее. И я думаю, что они считали правильным. Именно так оно и было впоследствии. Вот эти все машины выпускались у нас, опять же, на шасси того же самого ЗИС-5, который прошел огонь и воду и по дорогам Больми прошел, конечно же. Но были у нас автобусы и гораздо более продвинутые, серийные и несерийные. И о некоторых из них я вам расскажу. Вот эта машина благополучно была собрана нами с американцев. Тем не менее, я считаю, что вот этот автобус, который опередил свое время до такой степени, что просто не смог быть используемым на тот период. Машина – это не автобус. Это, как бы теперь сказали, электробус. Да. Дело все в том, что здесь впервые, и до ныне нет таких машин. До настоящего времени аналоги этой машины против СИИ в серии нет таких машин. Дело в том, что у них здесь сзади устанавливался дизельный мотор, который вращал генератор. Генератор выдавал электрический ток, и уже от электрического тока, собственно говоря, вращались задние колеса. Привод был от электромотора. Вот в силу такой сложности, чрезвычайной сложности конструкции, машина получила огромное количество нареканий. По той простой причине, что в мелких городах она вообще не использовалась. Но даже в больших городах, как у нас, в Москве, в Киеве, еще в нескольких городах, было трудно ее отремонтировать. Не было специалистов по дизелям, не было специалистов по электрике, не было откуда ее. Они все базировались в нашем парке. Более того, дизелы к нам приезжали для того, чтобы перенимать у нас опыт по ремонту этих автобусов. Были огромное количество нареканий на машины. Было указание, но простое. Посмотрите вот на эти две фотографии. Они схожи, они внешне чем-то похожи. Это две машины. Здесь 154 и 155. Это день и ночь. И это огонь и вода. Совершенно разные машины. В этой машине упрощено все было до неприличия. Это самая обычная машина. Заметьте, принципиальное отличие, в том, что дверь здесь спереди, перед колесом, а здесь сзади. Это даже не случайно. Дело в том, что у этой машины вернули на место мотор, где делали всегда на тот момент спереди. Здесь нет никакого дизеля. Здесь есть обычный мотор бензиновый. Здесь обычная трансмиссия. Вся вот эта вот машина, она может ремонтироваться в любом сарае. Точно так же, как тот же самый ЗИС-8. Практически. Вот эта машина могла ремонтироваться только высококвалифицированными специалистами. И вот именно эта машина, ЗИС-155, получила огромное распространение прав во всех городах и весях, в маленьких, больших, самых разнообразных территориях. И, конечно, в нашем городе огромное количество. Вот эти красавцы в моделях. А вот здесь, если внимательно приглядеться на фотографии сзади, можно увидеть и 155-й, и 154-й. 154-й на дорогах Ленинграда на фотографиях встречается редко. 154-й едет к нам задом, туда, от нас, а 155-й едут нам навстречу. 154-й здесь только один. Кстати, обратите внимание, модификация того времени троллейбусы, МТБ-82, они тоже имели очень схожесть со 154-м кузовом. Это тоже не случайно. Дело в том, что старались все это унифицировать на тот момент. И МТБ-82. И МТБ, но МТБ это московский трамвай. Он у нас никогда не ходил. Я знаю, да, про МТБ, но все-таки это не совсем наша тема. Итак, время шло, и появились у нас первые иностранные автобусы. Иностранные автобусы, конечно, социалистических стран. Других не могло быть. Вот он, красавица. Это один из первых Икарусов, если вы будете предельно точным, Икарусы такие в Венинграде не ходили, но ходили в Гатчине. Конкретно это машина московская. Но в более поздние времена Икарусы у нас заполонили все улицы и просторы. Об этом мы поговорим отдельно. А сейчас я хочу остановиться на теме международных перевозок, которые тоже не последнюю роль играли в нашем городе и в нашей стране. Дело в том, что на Межгород ездили вот эти вот самые несчастные 155-е. Они, собственно, ездили везде. Для работы на Межгороде. У них демонтировали стандартные сиденья, вставляли туда Тайрохан, самолеты. Вот. Вы лепинировали заднюю дверь, делали там бардачок специально для багажа. И, в общем-то, при всех этих изменениях машина, особенно своих каких-то характеристиктов, повышающих, не приобретала. Прямо скажем, ездить было бы на ней не особенно комфортно, особенно, когда ты видишь, там, часов 5-6-8, но это совсем неудобно. Вот эти две машины стали первыми машинами у нас в стране, специально предназначенными для междугородних перевозок. Одна машина венгерская, это Икарус 55. Вариантом было несколько 55 люкс, вот здесь вот на фотографии. И именно в такой машине сегодня вам удастся показаться. И король дорог, машина производства ЗИСа, впоследствии ЗИЛа. Вот в процессе изготовления этой машины ЗИС сменился на ЗИЛ, поэтому есть и ЗИСы 127, и ЗИЛ 127. У нас в этот момент даже подпись отражала. Вот этот король дорог по уровню комфорта, ну, он, пожалуй, был немножко получше, чем Икарус, конечно же, но все равно они были схожи. Но Икарус, это машина венгерская, ЗИС наша, ЗИС немножко пошир. Икарус тоже имел свои особенности, вы их... Икарусные особенности вы сможете, собственно, прочувствовать, когда вы прокатитесь на нем сегодня. Что касается ЗИСа, то он, ну, он вообще был очень красив. Единственная сохранившаяся сейчас машина по экстерьеру, я считаю, что это самая лучшая машина, и, пожалуй, после него, опять же, на мой взгляд, лучшей машиной стал только львовский автобус 697 версии B и E. Эта машина, которую я назвал, она у нас где-то здесь присутствует, где-то она здесь присутствует, 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 я ее черный период. Икарус всякая. Вот, вот она, вот эту львовку я делаю. А, вот эту. Вот именно эту версию. Вот, по экстерьеру, она самая симпатичная, потому что вот эти вот обрамления блестящие, и салон, и внешность, вот именно у этого львов, они были оптимальны. На бензоколонке? Нет, на бензоколонке не серийный модель. На бензоколонке Карпаты. Таких машин у нас вообще не было. Вот. Дело в том, что, нет, ну, конечно, были отдельные экземпляры, которые представляли собой шедевры, но мы сейчас говорим о серийных машинах. Вот эти машины были серийными, есть ли они у нас с 56-го года. Именно совсем не так давно, в 16-м году, мы отмечали, собственно говоря, юбилей, начало междугородных перевозок, а начались они между Ленинградом и Тальем. До этого тоже были, но вот до этого есть ли вот такие вот ведерки. И так получилось, что сохранился сейчас из таких машин только один. Тут надо сказать благодарные слова нашим коллегам из Эстонии, реставраторам, обязательно, потому что эстонский реставратор, главный по этой теме, Хубо Осула, персона очень известная в узких кругах, сочетает в себе успешного бизнесмена и ценителя старой техники. У нас с такими людьми очень проблемы. Так не получается, что-то. Вот. И именно за счет его и его друзей был отреставрирован вот такой автобус, который достаточно регулярно к нам приезжает. И я, пользуясь случаем, хочу пригласить всех на 26 число, это мая, 26 мая, в парад ретро-техники, привлеченные в Дню Города. Это будет уже четвертый парад ретро-техники. На нем будет представлено подавляющее большинство движущихся машин нашего музея. Ну и будут представлены эстонцы. Я надеюсь, что он приняли тоже. В прошлом году он был. Это шедевральная машина. Она сама по себе с точки зрения технической очень интересна. На это уж я не буду останавливаться, иначе слишком затянуть. Теперь карусы 66. Вот они здесь. Это городская версия машины 55. Прямо скажем, у нас их было немного. Если не ошибаюсь, 4 штуки. В Ленинграде их было. Они были вот не такого цвета, как здесь. Я не нашел хорошую качественную фотографию ленинградской. Они были очень красивые. Что? У меня есть. Есть? 66 есть? Укровно? Я огромную статью про них писал. Будем разговаривать. Сколько их было, и куда их отправили. Будем разговаривать об этом. И так как я не нашел пока еще, но буду искать, и найду, как теперь мне подсказали, фотографии, я покажу вам венгерский автобус. Этот венгерский автобус 66, кстати, 66 с двумя или с тремя? Были разные варианты. У нас не было разных. У нас же все с тремя были. Нет, я... А, я думал, ты спросил. Нет, нет, я в Ленинграде. В Ленинграде. В Ленинграде. В Ленинграде они очень много фотографий. Но дело в том, что у нас ходили вот именно эти версии. И так получилось, что они походили, походили, ну, в общем-то, и уехали. Они не то, чтобы сломались, не то, чтобы были списаны. Они просто отходили свой экспериментальный срок. И в дальнейшем они больше у нас не работали, поскольку у нас было много достаточно своих автобусов, а их место заняли вот эти машины, вот эти две машины. И вот именно с этих машин, ну, можно, конечно, было бы сказать, что и с этих, но они были экспериментальными, я бы не стал на них зацепиваться. Но вот с этих машин, которые ходили регулярно, как раз и начала уходить традиция потихонечку у нас, входить в заднюю дверь, а выходить через передние. До смешного доходило. В газетных статьях 70-х годов я читал эти статьи... Денис, поправка. Что? У меня есть документ, где говорят, что в московский 154-й, где вход в стерильный берег, выход в задний неудобен, в Ленинграде принято с 26-го года входить в заднюю, выходить в переднюю. Ну, правильно. А я что сказал? Ты сказал, что с этого момента начали... Нет, я сказал, что начала ломаться именно городская традиция. Нет, все правильно сказал. Дело все в том, что в газетах писали, удивленные пассажиры, мы не знаем, в какую дверь входить. И вот тогда начали указывать, совершенно серьезно у меня есть эти газеты, начали указывать по поводу того, куда входить, куда выходить. И раньше писали, но раньше стандартный вариант, писали всегда на задней двери вход, на передней двери выход. А вот здесь начали писать вход и выход. Именно так. Вход и выход. Вот эта машина, вот эти две машины были первыми, на которых такие вещи писали. Здесь, кстати, этого нету, но такие статьи есть. Такие статьи, есть указания, есть даже номера указов о том, что в определенный момент перестали писать. О том, что когда нужно и когда не нужно. Были экспериментальные модели у нас. Вот я сейчас опять немножко отмотаю назад. Вернемся вот к этой машине. 155-й, вот этот вот красавец, благополучно получил развитие вот в этой модели. Это называется ЗИЛ-158. Вы видите, они действительно схожи. И дверь расположен так же, и мотор расположен так же. И вообще довольно много схожестей, кроме только габаритов. Вот этот немножко побольше. Но тут вдруг бах, и ЗИЛ перепрофилировали. Стал ЗИЛ выпускать не автобусы, а исключительно грузовики. Куда девать эту машину? Нашли в Ликино-Дулево. Официально все-таки называется Ликино-Дулево. Вот, это был Московье, совсем недалеко оттуда. Начал там выпускать завод, который до этого штамповал, если я не ошибаюсь, какую-то деревянную технику, стоярную что ли там. Я уж не помню точно. Вот что-то с деревом что-то связано. Начали перепрофилировать довольно быстро. И вот он начал выпускать вот эту модель. Вот это и вот это. Это, собственно говоря, почти одно и то же, только эта версия такая, я бы сказал, полутуристическая. На самом деле, сиденья-то там точно такие же. А туристичность этой машины заключается только в том, что здесь были такие специальные отложки. Это ЗИЛ-158А. Так вот, заводами я не хочу, перестал выпускать эти модели. К нам они, кстати, пришли в первый, в третий парк. Я не рассказал еще о парках, но об этом я расскажу отдельно, потому что иначе не получится. Они пришли к нам в третий парк. И использовались их всего там было пять штук. Ну, больше, по-моему, у нас в Ленинграде или Зиловских машин не было. Модель осталась ЗИЛ-158. Но на всех козырьках, на всех деталях, на фасаде, вот на этом месте указывался уже ЛиАЗ. Ликинский автобусный завод. То есть ЗИЛ-158, модель такой, выпускал ЛиАЗ. Модель получила у шоферов прозвище Голубка. Уж я не буду говорить почему, потому что вариантов очень много. И мне кажется, ни один из них не доставляет. Но так или иначе, машина эта довольно долго ездила в самых разных местах. ЗИЛ наштампала Ликину, наштампала огромное количество этих машин. И на базе этих машин делались такие вот эксперименты. Это первая и единственная, она же, кстати, и последняя, гормон лейтинского производства. Эта машина конкретно стоит у нас на улице Двинской, вернее, на Двинской станции. Я очень хорошо знаю эту станцию. Я 10 лет работал с шофером именно на этой станции, только не в это время, конечно. И вот эта машина, она была экспериментальной. Дело в том, что здесь технически было довольно несложно сделать. Нужно было только упрощить кузов, прицепить туда прицеп, поскольку ведущим был средний мост, а мотор располагался спереди. И, в общем, я думаю, что технически сделать гармонь из этого автобуса было несложно. По этой же причине со временем именно из Голубок, так как и раньше, из 155-х, начали делать автобусы технической помощи, которые были, в частности, предназначены для буксировки. Но мы с вами об этом поговорим только до того места. Найдем, там есть гармония техническая. И так получилось, что Литвинские автобусы штамповались в довольно большом количестве и соединяли у нас пассажиров, разбирали между Икарусами. Пассажиры у нас выбирали между Икарусами, вот этими львовскими автобусами и вот этими науками. Теперь о львовском автобусе. Вот он, красавица, львовский автобус. Не работает у меня указка совсем, сдохла. Вот он. Вот этот львовский автобус 695 претендует на книгу рекордов Гиннеса без перевлечения. С 1956 года и по 2006 львовский автобусный завод, что попала одну и ту же модель. Вот, как вы думаете, что это хороший рекорд, плохой рекорд? Какой уж есть. Верно. Были модернизации, были несколько модификаций этой машины, но по сути, по принципу, это была одна и та же модель. Естественно, что выпускать 50 лет одну и ту же модель, это не серьезно. Она развалилась благополучно. Я учился на такой машине, вернее, не на такой, а вот на такой. Вот такие машины в большом количестве ходили еще лет 15 назад у нас. И кое-где в каких-то городах можно найти сейчас. Но надо сказать, что львовский автобус имел свою специфику. Достаточно интересные особенности и в версии мягкой, и в версии жесткой, вплоть до появления вот таких автобусов, которые уже сильно отличаются. Это другой немножко курсок, но для именной в нем есть отопитель. Львовский автобус имел, вот обратите внимание, очень часто вот это вот называют решеткой радиатора. Это не решетка радиатора, нет тут никакого радиатора. И быть его не может, да, это большая решетка, конечно. Дело все в том, что мотор-то у него стоит сзади, а спереди ничего нет. И самое интересное в этом автобусе было, это уже по моим личным воспоминаниям, поскольку я хоть не на таком работал, но работал я на таком довольно долго. Особенно было противно работать в пятницу и воскресенье. Работал я на 49 маршруте, догадаетесь почему? Зимой. Зимой, в пятницу и воскресенье, потому что народ у нас едет пьяненький. А я ездил я по Петроградскому, по Васильевскому. Как только народ заходит, запотевает не только лобовое стекло полностью, но даже правое зеркало зашевало. А дело в том, что у водителей не было обогрева, никакого, абсолютно. Весь обогрев салона и водительского места шел только от мотора, через специальные шахты. Мы совершали немыслимые телодвижения для того, чтобы ликвидировать возможность доступа тепла в салон. Морозили пассажиров, грубо говоря. Чтобы хоть чего-то находило до водителя. Если водитель замерз, это хуже для пассажиров не точно. Вот, поэтому доходило, в общем-то, смешного. Работали в перчатках, в ушанках, когда были холодные зимы. А как только дверь переднюю открываешь, что передние лобовые стекла, на металле закрывали. И только вот у этой модели, у этой, уже изменилась ситуация. Но эта модель не городская. Городские машины, вот они, вот эта вот, нет, вот последняя машина, она имела те же самые недостаточно. Ну и те же самые две двери. Интересное дело, вот у этих машин, так же как и у большинства машин советского периода, была особенность. Они были, должны быть предназначены на уровне проекта. Это делалось для того, чтобы использованы быть в качестве санитарных. В случае, да, ну конечно, санитарных. Когда мы с вами доберемся вот до этой комнаты, я надеюсь, что сегодня случится, вот, то я вам покажу интерьер салона такой машины, переоборудованный. У нас он сделан с левой стороны. Зам у нас там универсальный, вообще посвящен воене, ну и военной теме. Время шло, и вот эти вот галубки потихонечку в Ликино делать перестали. Развитием вот этой галубки получила вот эта модель. Это легендарная машина, имеющая целый ряд разнообразных названий и прозвищ. Самое, я прошу понять правильно, это не обидное прозвище. Это скотинка. Это не обидное прозвище. Мы называли их тогда скотинка. Это скотовоз. Скотовоз, луноход и крокотин. Вот именно так называли в среде водителей вот эти машины. Кстати, львовские автобусы практически никогда не получали никаких названий. Просто их называли любые. И все. А вот скотина нет. Скотина получила. Причем в разных парках называли по-разному. Например, в четвертом называли крокотинка. У нас всегда называли скотинка. И получилось так, что у нас, я в седьмом работаю, так скажем. И в общем, в седьмом их не было. А по поводу того, как они ездили в огромном количестве, были специально сделаны парки под ним. Вот именно шестой наш парк, который находится на округе Стасовой и Энергетика, это шестой автобусный парк, он был проектирован специально вот для этих машин. Они, в отличие от всех предыдущих моделей, имели очень большое усовершенствование. Это автоматическая коробка передач. Там не было педали сцепления. Водителям было в этом плане везти машину легче. Но первые из этих машин имели достаточно серьезный недостаток. Полу-рессоры были очень интересные, довольно оригинальные крепления подвески, которые на автобусе не поддерживали никакой критики. Я разговаривал, я сам, конечно, не водил такие машины, но разговаривал лично с людьми, которые их водили. И у нас есть одна такая машина с такой методикой подвески, но это не автобус не серийный, а телепузик. Это автобус «Телебышка», называется «Магнолия» официально. У нас в составе музея его есть, и я надеюсь, что те, кто захочет поехать на парад 26 мая, смогут увидеть его на параде. Итак, сложность этой подвески заключалась в том, что когда ты едешь с моста, то машина очень с трудом держала дорогу. Она болталась по дороге. И поскольку это была машина на автоматической коробке передач, то иногда передачи переключались не тогда, когда хочется водителю или когда это надо, но тогда, когда гнезд на этой механике, а механика иногда давала сбор. Так или иначе, все это со временем усовершенствовали, и огромное количество таких машин до нынешнего времени в отдельных городах, конкретно это город Арзамас, вот сейчас в Арзамасе, хотя писали, что буквально на днях туда приходят новые автобусы, и скотовозы уходят с улицы Арзамаса. Но до ныне Арзамас используют вот эти машины. У нас они ходили в огромном количестве, они довольно всем известны, они привлекались в огромном количестве фильмов и картин даже, использованные для автобуса. А почему скотовозы? Ну, почему скотовозы? Тут вариантов несколько. Дело в том, что один из самых известных вариантов связан с кубой. Дело в том, что покупали кубинцы вот эти машины, но без кузова. Вместо кузова салона ставили борта и возили на них хоров. Но это не точно. Это не точно, это одна из версий. Вообще очень много самых разнообразных версий. И по поводу тростника, того же самого кубинского, там много самых разнообразных вариантов. Вот. Дальше у нас идет развитие темы Икаруса. Венгерские машины к тому времени получили популярность очень известную. И вот если вот эта серия, эти машины 556 и 180, по сути представляющие собой одну и ту же машину, только в версии гармонии каратыш, то есть машина сочлененная с прицепом и машина без прицепа, говоря нормальным языком. У нас жарбонные слова иногда я использую, если что непонятно, поправляйтесь. Вот. Итак, они получили разбитие в 200-й серии. Вот одни из первых 200-х серий, это вот эти вот автобусы. Это мягкие автобусы, они ходили еще одновременно вот в этот Икарус 250. Обратите внимание, вот этот автобус, вот этот автобус рядом, вот этот автобус. Ну и довольно большое количество Икарусов, включая самый распространенный у нас каратыш, Икарус 260, они имели внешнее сходство. Вот это внешнее сходство как раз и говорит о 200-й серии. В 200-й серии Икарусов штамповалось в огромном количестве модификаций, совершенно запредельно. Включая сюда и леворольные, и какие-то двойные с гармониями, которые у нас, правда, не ездили, но венгры делали огромное количество машин. Основные заводы это Будапевт, Секеш-Петербург и Матиашкель. И вот именно оттуда поступали Икарусы к нам в течение длительного периода, и должен сказать вам, как специалист по этому вопросу, никто лучше, чем вот эта машина, до ныне ничего не сделал. Это оптимальная машина именно с точки зрения количества комфорта для пассажиров и для водителя, и при этом простоты. Она не такая простая, как Ивовский, конечно, но сравнить вот эту машину, а это одного периода машина, вот эта и вот эта, это просто день и ночь, конечно же. После льва, когда я сел на Икарус, я почувствовал себя человеком. А то и королем. А? А то и королем. Ну, я бы не сказал королем, потому что все-таки можно было найти что-то поинтереснее. Хочется отметить еще несколько автобусов, которые не получили широкого распространения. Львовский автобусный завод, как я уже сказал, 50 лет штамповал одно и то же, но попытки что-то сделать нового не были. И одна из этих попыток явилась рождением вот этого автобуса. Здесь у нас на фотографии версия мягкая. У нас в городе ходили, она была вообще такая одна, в нашем городе. Я имею в виду в структуре пассажиров автотранса. Одна всего машина была. А ходили машины с двумя дверями, обычные городские. Вот эта машина получила прозвищу водителя «Русское чудо». Это сарказм. В этой машине ломалось все. Иногда казалось, что у нее ломается больше тех деталей, чем у нее есть. Вот. Как это ни странно, можно сказать, что у нее была на руках автомат, комаровский мотор. Таких машин было у нас, если я не ошибаюсь, в седьмом парке штук, наверное, 7-8, я уж точно не помню сейчас. Ну и две во втором парке. Очень немного их ходило. И довольно быстро они отходили свое. К 89-му году они были уже полностью все списаны. Вот эта машина единственная, но она по маршрутам не ходила. Она была в Косколонии, потом ее сделали коммерческой, когда начались маршрутки. И тоже она долго не отходила, потом была списана. Вот это русское чудо, которое все время ломалось, его судьбу повторила другая машина. Я сейчас немножко перескочу время. Вот здесь вот с левой стороны, в углу, белый автобус край, вот в этой галерее. И эта машина получила у водителей прозвище Шайтан Арбак. Примерно по той же самой причине. Волжан, 70-70-20-02. Денис, так был же еще следующий лазик, такой более квадратный. Был, был, был. Было много лазиков, но все эти лазики у нас уже по маршрутам по городу не ездили. Эта машина использовалась все-таки серийной, это серийная машина. У нас в составе музея есть такая машина. Она не совсем точно такая же, как та. Она имеет механическую коробку передач. Самое любопытное, что вот на этих машинах стояла Львов-3 коробка, точно такая же коробка стояла на кортышах и прекрасно работала. На этих не работала никогда. Это необъяснимо. Видимо, здесь какая-то мистика. У меня, по крайней мере, у меня в группу, кто заработал на... У него родственник работал на... на автобусе с коробкой Львов-3 и говорят, что их изменяли на механику, они что-то вообще не надежны. Не знаю. Я, мне кажется, ездил, мне очень нравилось. Она была не длительная, но с места она была хорошо. После того, как ты набираешь 60, она дальше уже не ехала. Но с места ехала прекрасно. Тролливы все делала всегда. А дальше останутся? А? А дальше останутся? Да. Ну, развитием Лиаза 677 на Ликинском заводе стала модель вот эта. Это, конечно, опять же, это серьезный шаг вперед. Это машина... Господи, 52-56. Которые данные... Хотя сейчас, по-моему, уже не ходят. Но еще полгода назад такие машины ездили по улицам нашего города. Может быть, и сейчас ездят. Точно не боюсь соврать, точно не скажу. Тоже немножко модернизированной версии. Не совсем такие у нее уже фары, не совсем такие фонарей. Но машина, по сути, та же самая. Варианты моторов были разные. Конечно, самый известный это Катерпиллер. Но здесь мотор вот на этой машине еще Камазовский. Ну, после вот этих вот скотин... В общем, я разговаривал с людьми, с водителями, которые работали на этих машинах. Всем они нравились. Я никогда не ездил на такой машине. Личного опыта у меня нет. Но у нас вообще не было таких машин. Ни скотин, ни тех, ни этих. Но надо сказать, что все водители считали эту машину продвинутой. Пришли они у нас первые в 86-м году. Потом получили очень большое распространение. Ну, и надо сказать, что до ныне эти машины ездят. Не у нас. У нас точно не знаю. Но не у нас вообще. В городах небольших они во множестве ездят. И я думаю, что будут еще достаточно долго ездить. Ну, хотелось бы отменить такие экзотические модели, как вот тот же Игарус поставлял не только 200-ю серию в огромном количестве. Ну, вот такие вот машины, как мягкие. Вот с этого угла у нас фотография мягкого автобуса в версии 365. Есть еще версия 253. Вот такая машина у нас сохранилась. Хотя она сейчас на реставрации, но я думаю, что со временем музей сможет не похвастаться. Машина довольно оригинальная, но уж про оригинальность этих автобусов я не буду рассказывать. Коротень, мы перейдем к следующей нашей дереве. Здесь совсем коротко. Здесь автобусы, которые или ездят, или вот по недавнему времени ездили по улицам нашего города. Самые современные машины. То есть не самые современные, но те, которые эксплуатируются и активно эксплуатируются. Вот эти машины волжане были созданы в городе Волжском, Волгоградском, воприс, по-моему, там 30 километров. Волгоградовец, так считается. Тоже, кстати, случай такой, когда перепрофилировали производство каких-то там дров, досок, чего-то там такое было, тоже такого характера. И перепрофилировали его и начали делать автобусы. начали делать успешно и разные модели, хотя, надо сказать, что пошли по современной европейской технологии. Это низкопольные автобусы, подавляющее большинство нынешних автобусов низкопольных. Лично мое мнение, что это очень большое зло. Это серьезный недостаток, потому что это все приводит. Ну, конечно, во многом в чем-то, наверное, удобно заходить, выходить, подавляющим большинству удобно. Однако же это все приводит к повышенному износу, не приближайтесь, просто все это близко к дороге, на улице. Уменьшение возможности усилить ферму, ну, может быть, это все и с точки зрения рассматривать того, что длительное время не рассматривается как эксплуатация. То есть, если автобус в свое время ходил миллион километров, то нынешние автобусы миллионы не ходят. Но это, может быть, на уровне проекта не предусмотрен. Это вопрос следующий, скорее, может быть, он даже экономический, нежели такой технического характера. Но так или иначе, все эти автобусы сейчас ездят, все эти автобусы работают. Один из самых последних автобусов это автобусы минского производства. Сейчас у нас есть в нашем городе, вернее, не в нашем городе, а в Коппине, это монопарк, так называемый, где практически все машины вот именно на этой марке. Сама по себе методика создания монопарка это очень правильная и хорошая методика, потому что когда на территории парка работают 20-30 разных машин, разных моделей, это чрезвычайно сложно для технического ремонта, да, в службе. В свое время именно так в советский период работали парки, например, седьмой парк планировался исключительно для Ихаруса, шестой парк исключительно для скотин, ну, вот в нашем парке еще с послевоенных ремонтов 154-й исключительно базировались, только в нашем парке, нигде больше, они более не базировались. И это правильно, создание монопарка это очень экономически выгодная составляющая. Теперь перейдем коротенько вот этим двум стендам. Здесь у нас стенд-эсклектив, здесь то, чего у нас вроде бы должно, наверное, может быть когда-нибудь не случиться, а может быть никогда и не случиться, но очень бы хотелось. Вот примерно такой бессмысленной фразой я бы обозначил вот это все. На мой взгляд, вот здесь, вот конечно, здесь собраны продвинутые модели, самые современные, но перспективы у них довольно такие, разные. Вот хочу обратить внимание например вот на это чудо. Электробус. Известен стал тем, что когда под него специалисты сделали маршрут, потому что он не мог протянуть на заряде весь маршрут стандартный. Укоротили маршрут, и по приезду с маршрута он приезжал в парк, и в парке отключалось электричество, потому что все забирало зарядка вот этого аккумулятора. Это не шутки. До одного автобуса, естественно, одного. Это не шутки, это чистая правда. Сама по себе это выглядит довольно комично. Хочу обратить внимание, пожалуй, из всего того, что вот здесь работает, худо-бедно как-то ездят только вот эти машины. Но те машины тоже работают, их можно увидеть на немском раз от разу, но правда большую часть времени они стоят. Как вы знаете, сейчас у нас идет импортозамещение, а замещать-то нечем. Образы-то оригинальные, единичные, и поэтому вроде как пробивают, чтобы получить из Германии или чего-то. Это называется у нас бобли, но это марш. Герпио вообще-то. Вот эти машины работают. Вот на этой машине я катался. Надо вам сказать, что это единственный вариант, где пять дверей. Вроде бы казалось быть пять дверей входи-выходи, а салон маленький, несопоставимый. По размеру она практически такая же, как Гармония Карус 280. На мой взгляд, и с точки зрения пассажира, и в первую очередь с точки зрения пассажира, это крайне маленькая машина. Дело в том, что низкопольный, чем еще плохо. У него очень большая разница в высоте салона. И когда ты заходишь в Карус, да, там три ступеньки. Ты зашел в Карус, у тебя плоские, совершенно пол. То есть люди, когда их много, на это и рассчитывался в Карус, люди, когда их много, они могут так и сядь разместиться, не ломая ноги. В современном автобусе, когда ты едешь в давке, а такое тоже бывает, я думаю, многим это известно, это очень неудобно. Там можно, да, там очень неудобно стоять. Именно стоять. Сидеть-то удобно, сидеть хорошо, сидеть вообще хорошо. Ну, смотря на тебя, конечно. Вот, в автобусе хорошо сидеть, когда сидишь. Вот, поэтому вот эта машина крайне неудобная, она у нас одна, она до сих пор оплатилась раз от разу, хотя она почти год стояла в шестом парке, теперь вот опять ездит. Ну, в общем, здесь у нас перспективы, которые вроде бы хорошие, но пока туманные. Любой автобус... На полсекунду вот Волгабус левый, который сидит, 100 нанят. Может? Его сняли, все, он отработал свое. Да, он... Положительно, отрицательно? Просто я принимал участие в тестировании, его тоже собрали. Дело в том, что я не могу сказать вот насчет положительной и отрицательной. Эксплуатация, экспериментальность прошена. Официального релиза не было. Поэтому, да, настолько я знаю. Я не могу сказать это, потому что я не эксплуатировал эту машину. Потому что я знаком с заводчиками всего, и они пели нам просто космическими циферами. Я склонен полагать, что разработчики любой из этих моделей будут очень хорошо петь, а я, когда даже спляшу. Ну, здесь было примерно так же, поэтому мне вот интересно, как он действительно... Не могу сказать, не могу. Боюсь соврать, а точно сказать не могу. Любой автобус в процессе эксплуатации ломается. Без этого не обойтись никак. И, естественно, что нужны автобусы, которые нужны средства для ремонта автобуса не только в Римзоне, но и на дороге. В конце концов, иногда до Римзона еще надо доехать. Автобус может ломаться достаточно серьезно, и поэтому нужна техническая помощь. Самые первые технические помощи в автобусном парке делались вот на базе вот этого самого 0-3-3, названа аварийная машина. Там даже коллектив ремонтников, коллектив бригада, довольно большая, врушительная. Впоследствии такого не было, поскольку я сам 7 лет отработал технарем, поэтому эта тема мне близка и понятна. Здесь у нас представлены машины, которые работали в качестве технических помощей. В основном, это были автобусы, либо отходившие свое время, либо недоотходившие свое время. Тут есть еще такая известная, довольно порочная практика перебивки номеров. Я могу остановиться на этом подробно, если кому-нибудь персонально будет интересно. Потому что это длинно, надо вникать. Так или иначе, из автобусов делали технические помощи, и вот эти технические помощи на них сажали людей, которые имели хороший стаж работы, которые хорошо знали технику, и вот именно эти люди, в основном, то есть практически всегда, это был один человек, исключая только случаи, когда ездили куда-то на межбород. Я об этом тоже сейчас скажу. Вот такие автобусы приезжали на вызовы при поломке, и помогали, подчеркиваю, помогали водителю, не так, как сейчас, сейчас все здорово изменилось, помогали водителю починить машину. Потому что любой водитель, кстати, тогда не было водителей, были шоферы. Между словом, терминами шофера-водителя, на мой взгляд, очень большая разница. Дело в том, что водитель машину водит, а шофер машину знает. Вот в этом, собственно, и разница. И вот такие машины довольно долго ездили у нас по городу. Я, например, работал, моей технички здесь нету, хотя она стоит там на задней даре, я работал на таком обработке. Что представлял собой такой обрубок? Это Икарос 280 с прицепом, с гармонию, у которого демонтировали этот прицеп, и на то место, где цеплялся прицеп, ставили крюк для буксировки. Это было очень удобно. И именно такие машины, здесь у нас еще нету машин, началась эта практика с Икаросом 180-х, вот с тех, которые там, красно-белые, которые у нас были. Вот. И впоследствии начали делать из 200-х, и довольно долго, и до дыни ездят такие машины. Более того, я считаю, что это неплохая машина, и я очень рад, что в нашем музее есть такая машина именно в виде технаряда. Она сочетает в себе элемент как музейный, так и рабочий лошадь. В конце концов, в музее есть очень много машин, которые не ездят, их надо толкать, их надо таскать. И вот именно для этого используется эта машина. И я надеюсь, что мы на параде ее тоже увидим. Хотя бы сейчас уже уверенности нет, но я все-таки надеюсь. Федор тут у нас ушел куда-то, но он бы сейчас меня поправил. Итак, машины были в основном из автобусов, из городских, но были машины и из вот таких автобусов, мягких технической помощи. Для чего они сделаны были? Вот я на такой машине, самое дальнее, куда ездил, это Фукшево. Но дальше нельзя, просто очень далеко. Долго ехать не будешь. А вот эта машина, она 120 легко поливает совершенно. Эта машина больше 60 не поедет, ну максимум 70. Вот. А эта машина поливает, мне кажется, 120. Когда я работал техноарьем, у нас в парке было огромное количество международных машин. Мы исключили практически всю страну, самое, не исключая только за границей, Беларусью нас не пускали. А самое дальнее, пожалуй, это был Смоленск у меня. Вот. А надо сказать вам, что когда ты тащишь неживую машину, есть понятие живая и неживая, когда машина заведена, и когда машина не заведена. А дело в том, что у нас была методика таскать машины, когда водитель ведомой машины рулит сам. То есть нельзя таскать на треугольнике. Вы, вероятно, видели такие железные конструкции, треугольники, когда за рулем прицепа или ведомой машины никого нет. Это не нужно. Здесь самоцентровка идет. У нас такого не было никогда. Случилась неприятность лет, наверное, 26 назад, 27, когда в такой ситуации сцепка развалилась, и машина ведомой ушла в кювет. Это был автобус. Это был Икарус, и после этого запретили таскать таким образом. Поэтому мы всегда таскали машины с водителем сзади, а если машина при градусах 30 мороза, у меня был такой случай, при 30 мы из-под керанта тащили машину, у него в кабине все 40, потому что там 30 на улице, а в кабине еще и дует. Вот. Поэтому таскать это довольно трудно. Мы каждый через полчаса перетаскивали водителя оттуда, давали им снять у нас в кабине, на того, который там рулит, а рулить должно двое там, потому что, а второй, он соскребает скребком снег. С ведомой машины. Если внутри 30 градусов мороза, а водитель дышит, ну иначе никак нельзя. Если вы это не будете дышать, да. Вот. Поэтому нужно соскребать снег. И в общем, тут были такие довольно интересные казусы, я об этом буду рассказывать долго, поэтому лучше не будем. Давайте сейчас перейдем к методике оплаты. Оплаты проезда в нашем общественном транспорте. Не знаю, где вы. На всем, который вырубировал меня. Это называется, кажется, копилка. А там военоказ Наташа отличалась только вот эта. Только вот эта, верно. К сожалению, пока не смогли найти нужный пластик. Держите. Это вам на память. Счастливый билетик? Музей. Здесь все счастливые билетики, каждый желающий может оторвать себя на память. Счастливый билетик. Желательно сюда что-то опустить, но можно этого и не делать. Держите. Вот. Кассы копилки. Варианты кассы копилок у нас здесь есть несколько. И именно это у нас кассы копилки интерактивные по той простой причине, что она действительно трамвайная. И выпускалась она у нас на троллейбусном заводе. Именно в Ленинграде. Кстати, сумасшедшие деньги, я вам скажу, стоило. Представьте себе, 73 рубля советскими деньгами. Это умопомрачительные. Я бы дал ей, ну максимум, внутри 20, 3,40. Вот такая стоимость должна быть. 73 рубля. У меня есть накладные покупки нашим паркам в троллейбусном заводе вот этих касс. В огромном количестве. В музее. В фондах музея очень много интересных документов. И надо сказать, что именно эту кассу мы сюда поставили. Здесь у нас есть компостеры. Что такое компостер, я думаю, всем известно. Или не всем известно, что такое компостер? Не всем. Не всем. Не всем. Значит, тогда рассказываю. Варианты оплаты проезда были следующие. Можно было купить билет непосредственно в более давнее время у кондукторов. После окончания работы кондукторов взять в кассе копилки. Если же у тебя не было денег, можно было заранее, подумав об этом, купить книжечку, впоследствии ленточку билета, талонов, абонементных талонов и прокомпостировать эти талоны в компостере, которые стояли в каждом транспортном средстве. Вот так это выглядело. Значит, вариантов компостера здесь несколько, причем обратите внимание на этот компостер, чем он выделяется. Он довольно широко использовался, но мне он интересен тем, что я лично знаю создателей этого компостера. Все работники музея знают этого создателя. Мы сейчас к нему подойдем. Там есть его фотографии и образцы, которые были до серийного времени. Вот Евгений Львович Равич, он жив и сейчас, хотя он же очень пожилой человек, он работает, да и давно не работает в 7-м автобусном парке. Везде такие стояли. Вокарус их стояли и вот такие, и вот такие. Первых карус их стояли вот именно вот эти. Вот этот компостер кустарного производства, кстати, где-то у нас тут были трамвайщики, ну-ка подойдите, пожалуйста, сюда. Вот это, вот это, кто производитель? И как называется Марк? Марк, это я не скажу сейчас. Вообще, большинство компостеров трамвайных парксов производил. Чесничный Новгородский завод автокомпания. Вот по поводу вот этого компостера у меня нету понимания ни производителя, кстати, очень интересный рисунок. 76. Вот. Да. Все вот эти компостеры, они имели характерную особенность. Они устанавливались в салонах и каждый из компостеров имел одинаковые вот эти вот просечки. Регулярно, обычно делалось на ТО-2, ходила специальная бригада и заменяла вот эти просечки на всех компостерах опять же одновременно. Были целый ряд разнообразных методик, будучи еще студентом, я думаю, многие, кто-нибудь должен это помнить, когда мы прокалывали эти самые билеты и знали, записывая заранее номера автобусов, в моем случае трамваев, записывали и таким образом пытались выгодить, то есть, если не прошел контроль и тебе не надорвали билет, то ты в следующий раз можешь талон, я имею в виду, конечно же, не билет, талон, то ты в следующий раз можешь, если компостер не сменился, а это тут только повезет или не повезет, проверять, компостер сменился или нет, такого не помню, чтобы делали никогда. Хотя технически, это бери любой бумажку и проверь, но такого не предпринимали. И вот было у меня примерно штук ну 70, наверное, 80 вариантов билетов на общественный транспорт. Здесь вы видите такие жанровые сценки снятия кассы. Обратите внимание, касса опломбирована, касса имеет ключ и после этого еще опломбируется и для того это сделано, ну, чтобы водители, в общем-то, не лазали туда. А как специалист могу сказать, что были профессионалы высочайшего класса, которые делали удочки. Есть довольно хорошо известная методика удения, то есть захидываешь удочку и попадаешь в мешок, а мешок там постоянно открытый. Как только его вынимаешь, он закрывается. Его просто нельзя вынуть открытым. В принципе, такой невозможный. А пока он там находится, так вот удили, вытаскивали, вытаскивали. Специалисты были, мастера своего дела. Аналоговый фишинг. Да, пожалуй, что да. Теперь пошли сюда, здесь вы как раз можете увидеть создателей вот этого компостера. И видите, Львович Равич, он сейчас уже немножко не так выглядит, совсем не так. Здесь он еще молодой, ему он здесь моложе меня, дынкишнивый. Вот это вот его образцы. Я у него с боем отжал вот эти три варианта. Это предсерийные универсальные образцы, причем первые два, они были немножко отличные. Если заметите, вот нету вот этого, у него было указание, куда, собственно говоря, вставлять талон. То есть стрелочка такая. Они еще на некоторых вариантах красный красится. Вот. Но дело в том, что почему-то ликвидировали этот хром, конечно, сверху. И вот это вот, вы видите, уже два самых стандартных серийных образца. А вот эти вот образцы авторские. Здесь вот свидетельство на промышленный образец, ну и, собственно, авторское свидетельство на вот этот вот компостер. Здесь у нас также, вы видите, целый ряд разнообразных других компостеров. Сумки кондуктора, потому что ведь до кондуктора у нас, и до компостеров у нас, до компостеров и Каскопилов все-таки основная задача оберечивания пассажиров возлагалась именно на кондукторов. Но и сейчас в любом практически транспорте кондукторы вернулись. Случилось это в конце, ну в самом начале, в конце прошлого века все-таки, да, правильно сказать. В Седьмом парке это было в 96-м году. Вот. Здесь у нас кондукторские сумки и хочу обратить еще внимание особо интересующихся вот на этот агрегат. Это уникальная штука, называется Касса. Сделана она на основе, делались такие же еще в Англии до войны, наши просто содрали, конечно, сделана она на основе арифмометра. Это чистейшая механика, здесь нет никакой электрики, электроники. Вот именно этими Кассами пользовались в основном Прибалты. Это Эстония, Латвия, Литва, как ни странно. Наши все-таки в большей степени отрывали, отрывными билетами пользовались. А какой вообще у нее принцип действия? Принцип действия достаточно незатейливый. Набираешь сначала тариф, проворачиваешь, потом набираешь еще зоны, еще раз проворачиваешь, у него выдается билет и черный ящик у него еще есть. Вот. Очень сложная конструкция. Я, честно говоря, вот сейчас, если вылочить сходу, я боюсь, что я спасу, я точно не наберу, как надо. Вот полностью грамотно. Надо инструкцию читать. Очень внимательно читать надо инструкцию. А сделано на основе арифмометра. Выдается вот примерно такой вот билет. На самом деле, немножко не такой, но принцип вот такой. Именно минавтошиздорбский. Здесь вот касса-копилка, похожая на ту, которая у нас интерактивная, но есть маленький нюанс. Ведь в нашем городе в основном использовались это скотины, лязы, львовские автобусы и икарусы. Именно эти три модели. Так вот, со львовскими, и с икарусами кассы в город не приходили. Не было. Они не были экипированы кассами. Венгрии вообще такого ничего не видели никогда. А из львов тоже не видели. Музей. Музей это не склад. Музей это коллектив, который занимается. И поэтому мы здесь позволили себе продемонстрировать не только работы наших предшественников, но и собственные наработки. И по этому поводу я хочу показать вам вот этих людей. О каждом из этих людей я могу говорить долго, но чувствую, что мы уже не укладываемся во время. Поэтому я постараюсь тут максимально кратким. Вот эти люди, которые представлены на этом стенде, на стенке, они внесли заметный вклад в наш вот этот пассажир автотранс, наше производство, наши автобусы, перевозки маршрутные. Здесь, конечно, надо упомянуть Александра Криловича Иванова. Мы еще с вами так и не посетили военный зал, мы туда пойдем в конце. Я думал, сейчас из этого зала пойдем в военный. Александр Федорович был генеральным директором нашего тогда еще ЛОАТа, Пениградского управления автобусного транспорта. Еще до того работал в Атуле автотранспортное управление при Ленгурасполкоме, это так расшифровывается. И надо сказать, что он оставил очень заметный след. Чрезвычайно интересный, уникальный человек. Родился в Белоруссии, остался в 7 лет, или в 6, сейчас точно не помню, один, без родителей. Подобрался до Ленинграда по распоряжению детской биржи труда. Была такая у нас структура. получил направление фуражиром, лошадей кормить, говоря простым языком, в артиллерийскую школу, где и выучился ездить, на автомобиле. После этого в 30-е годы пошел в автобусный парк, в наш, вот в этот, работал водителем автобуса довольно долго, потом работал уже начальник командирных структур небольших колонн, подразделений парковых. Во время войны занимался руководством, руководил эвакуацией по дороге жизни на автобусах. Впоследствии дослужился до замминистра автомобильного транспорта Советского Союза. После чего, там, не то чтобы его сняли, но дело в том, что министерство было расформировано. И ему предложили пост генерального директора, в общем-то, это понижение, если вдуматься. Но это была его родная структура, и он довольно долго занимался этим делом. Он был генеральным директором нашего Луата. Луата, потом уже пассажир автотранса. Вот. И впоследствии он руководил Знаменкой. У нас был такой пансионат. Он его сам буквально, в прямом смысле словом, восстанавливал, таскал бревна, не так, как Ленин на субботнике, а по-настоящему. И довольно долго был руководителем этого пансионата. Собственно говоря, там он и похоронен. Это в дворце около Знаменки, неподалеку на кладбище. Музей шефства ведет на могилу Александра Федоровича. К сожалению, у него не было наследников. Вместе с ним похоронена его жена, которая пережила его на семь лет. Вот. Яков Иванович Пономарев, который вместе с ним, с Ивановым, в Знаменке с ними они и познакомились. Яков Иванович Пономарев был писателем. Вообще все вот эти люди, которые здесь представлены, они были писателями. Вот их труды. Яков Иванович Пономарев заслуживает здесь все-таки первое место, потому что, помимо того, что он написал вот эти вот произведения, но баранку не бросал шофер, и историческая вещь на пути к автомобилю. Это две версии, одна укороченная, одна полная. Сейчас коллектив музея работает над возможностью переиздания вот этого издания, потому что вот на основе вот этого, как раз издания Пономарева, на основе его труда, на основе его работы, мы создаем экскурсии. Музей возит экскурсии, вернее, структура в нашем музее, да, принадлежащая моему непосредственному руководителю Федору Черновосову. Ретробас, я думаю, многим это известно, возит экскурсии по целому ряду вариантов. Вариант, конечно, самый интересный это Кабона, это тот берег, ну и наш осиновец тоже не менее интересный, об осиновце мы поговорим отдельно и о Кабоне там, когда к войне переберемся. Вот, поскольку мы себя считаем последователями вот этих самых людей, которые писали, мы тоже что-то пишем, вот здесь вот представлены труды работы нашего музея. Конечно, они ведомственные, они, хотя они все есть в РНБ и в электронном виде тоже, их всех можно почитать, кроме вот этой, вот эта еще до сих пор продается, поэтому в электронном виде ее нет. Вот, дело в том, что, ну, каждый парк имеет какую-то историю и, в общем, может быть не очень много, но все-таки есть люди, которые интересуются историей этого парка и вот мы эту историю описываем. Вот эти вот книги были созданы на юбилей пятого парка, который в прошлом году отметил полвека, на юбилей шестого парка, ну и, конечно же, наш первый парк, но все-таки я хотел бы обратить внимание вот на этот палеант. Это уникальная книга, она единственная, охватывающая весь период с 26-го года и вплоть до 90-летия, собственно говоря, это 2016 год. вот эта первая попытка, я считаю, успешная нашего музея, коллектива нашего музея создать историческую работу по теме автобусного транспорта. Пока что она единственная. Вот. Книга эта продается, увы, на ценовую политику я не могу влиять, да и никто в музее, хотя нам бы хотелось, чтобы она была популярна, но стоит она очень дорого. Ее можно купить, пассажирам потратить. Того она стоит. А? Она того стоит. Я считаю, что она могла быть дешевле. Здесь не совсем корректно. Все. Значит, хочу обратить внимание на какие-то вещи, которые могли бы показаться экзотическими. Тахограф. Кто-нибудь знает, что это такое? Да. Это, в общем, инструмент, который предназначен для того, чтобы контролировать работу водителя во время езды. Сейчас это представляет собой все электронное, конечно же, электронные карточки, довольно замысловатые. Один из первых, не первый, но один из первых тахографов был изобретен вот этим человеком, Николаем Владимировичем Гразмани. Вот он. И вот здесь вот в газете «Автосигнал» 1937 года напечатан этот самый фотографий вот этого самого тахографа, который был им сделан из обычного стандартного будильника. Не было вариантов больше других. И вот это талантливейший человек, изобретатель, инженер. И, кстати, человек, который занимался тем, что писал инструкции. Инструкции не всегда нужны для того, чтобы их нарушать. Иногда нужно под ним работать. И в предвоенные годы, когда автобусное движение только начиналось, вот этот человек на основе московского опыта, конечно же, в Москве автобусы пошли немножко раньше. И были интереснейшие по этому поводу тоже публикации. Я уж не буду сейчас на этом останавливаться. Так или иначе, Гразмани писал инструкции. Вот многие из этих инструкций, даже некоторые с указанием имени. Вот, например, вот на той инструкции написано, что Гразмани. Вот здесь вот написано, что Гразмани писал. Это справочники и инструкции, по которым работали водители и кондукторы. Теперь вернемся опять же сюда назад. Растислав Евгеньевич Купушкин, единственный из всей вот этой галереи людей, которые ныне здравствуют, дай Бог ему здоровья, хотя, конечно, это очень пожилой человек уже сейчас. Дважды генеральный директор и однажды директор нашего парка. Он же директор седьмого парка, он открывал седьмой парк. А почему дважды генеральный директор? Потому что был очень сильным, волевым и, собственно, ему остался человеком. Именно он не дал приватизировать, а, грубо говоря, просто развалить, распродать по кусочкам наш пассажир автотранс. Как, кстати, произошло с нашими таксопарками. В городе не осталось государственных цикломоторных парков, в свое время входивших в Атул, в Луар, именно в структуру нашего автобусного, автомобильного, автобусного транспорта. Весь коллектив музея знаком с этим человеком, он приезжал к нам неоднократно, и я считаю, что этот человек застой того, чтобы о нем говорить долго. Но если я сейчас буду говорить долго, мы отсюда не уйдем никогда. Ну, коротенько еще что, пожалуй, я хотел бы отметить. Я бы хотел отметить такие интересные издания, как, например, сборник стихов. Сборник стихов под названием «Икарушка». Написал их Михин. Я его, Николай Сергеевич, не то чтобы хорошо знал, он сейчас жив, дай Бог ему здоровья. Он работал у нас 25 лет назад, вот довольно давно, но вот именно тогда вышли первые его стихи, но вот это конкретно сделано его на 20-летний юбилей автобусного седьмого парка, это 2000 год. Борис Сергеевич Горшков, я его тоже хорошо знаю, он был недавно у нас в музее, выпустил в 98-м году такую любопытную брошюру с помощью, конечно, руководства пятого, как терминология, жаргон и разнообразные такие словосочетания. Не подумайте, что это мат какой-нибудь. Просто если я кому-нибудь из вас скажу, что на четвертом кругу карандаш пописал за повоз, это нормальному человеку понять нельзя. Это жаргонное слово. Или, например, если... И опять же, я вам сейчас... Билетников? Нет, нет, нет. Машку за конца до конца. Дело в том... Нет, нет, нет. Это переводя на нормальный язык означает, что у меня в кабине ехал неполагающийся человек. Запрещена деструкция. Да. Или, например, опять же, я вам сейчас рассказывал, но если человеку неподготовленному, я скажу так, что я с голубки пересел на скотину. Не поймет же никто. Правильно? Вот такие термины, да, такие... Например, что такое гомопарк? Монопарк. Гомопарк. Это филиал пятого автобусного парка в Александринке. Кстати, интереснейшее место. Я там учился. Еще БАМ есть. БАМ, БАМ, да, кстати, БАМ. Автобусный БАМ. Тоже, но это отдельная тема. В общем, такие вот жаргонные выражения. Более ранние времена, вот он, Александр Васильевич Епифанов. Вот он, этот человек, поставил своеобразный рекорд. Он работал у нас в парке очень много лет, а 20 лет директорствовал. Сколько лет работал, точно не помню. У вас еще года с 1938-го точно работал. Вот он у нас писал такие вещи. Директора парков писали книги, потом этого не стало. Однако же, я считаю, что это было бы совсем неплохо и нынешним руководителям. Я думаю, что так оно и будет со временем. Здесь есть очень много интересных вещей, которые представляют собой машинописи. Ну, по сути, рукописи, если вдуматься. Это работы наших руководителей, людей, которые работали в парке, людей, которые работали в пассажире автотрансе, но то, что не было издано. И в первую очередь, конечно, стоит отметить, вот это вот работают, огонек зеленый. Это, опять же, работа, в основном, конечно же, Пономарева. Пономарева, вот он, и, конечно, Гудсайда. Гудсайд, Роман Моисеевич, был основоположником, является основоположником научной организации автомобильных перевозок. А ныне, далеко не все из того, что он сделал, у нас внедрено, а могло бы быть, между прочим. Ну, здесь дальше вы сможете посмотреть сами, если кто хочет поближе подойти. Здесь есть такие элементы, атрибуты, разные медальки, различные пропуска. Причем, обратите внимание, особенно на пропуск довоенного периода, на котором написано, с правом входа переднюю дверь. Это пропуск контролера, который предназначен, этот пропуск для того, чтобы входить и проверять пассажиров, ну, обреченных. Вот. Сейчас я хочу показать вот эту небольшую галерейку. Это такие житейские, бытовые, рядовые, мне бы сказали, тьмуды, что ли, из жизни нашего парка. В парке было все. Вплоть до киностудии. Вот с самого верха вы видите Лен Автотранспильм. Это как раз заставка киностудии нашего автобусного парка. Вы можете заметить, в ней находятся кондуктор и водитель. Собственно говоря, пародия, я думаю, догадались на что. Ну, может, пародия, может быть, подражание. Тут можно по-разному говорить. Вот. О форуме водителя и кондуктора мы поговорим еще при выходе уже туда, когда пройдем назад. Там она у вас представлена. Здесь есть довоенные фотографии, здесь есть послевоенные фотографии, жанровые сценки. Вот это вот та самая ревзона. Мы сейчас с вами выйдем вот отсюда и пройдем вот в тот вот бокс. Это будет четвертый бокс, там же, где у нас, собственно, используются, реставрируются машины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова И поэтому, пока деменция не пришибла меня окончательно, я расскажу просто то, что я помню. История, данная мне в ощущениях. Спасибо, может быть подпишитесь на мой канал, может быть поделитесь этим видео в социальных сетях. И то и другое я сердечно приветствую. До новых встреч на канале.